Черные, серые, рыжие и полосатые. Более 20 котят сейчас находятся под опекой волонтеров приюта Мордом. Лето всегда было богатым на малышей, но в этом году мест для них уже не хватает. Это сложно, потому что котят иногда бывают с какими-то проблемами. Глазки подлечить, немножко сопельки. Это довольно долгий процесс. И, соответственно, пока какие-то животные лечатся, мы не можем брать других животных. В приюте пока живут два котенка. Остальные в клинике на карантине. Их пролечат, проглистогонят, сделают прививки по возрасту и привезут сюда. Возраст малышей самый разный. Есть и крохи, которых только-только оторвали от мамы, и подростки. На руках у Марии четырехмесячная Джулия. Дочка Марты. Кошечка поступила к нам, по-моему, от Атома беременная. У нас она родила. И вот, соответственно, ее детки все пристроились. Осталась вот Джулия последняя. Вторая девочка, Майя, она тоже ее принесли где-то пару месяцев назад, наверное. Чаще поступают запросы именно на котят, но с ними иногда проблем бывает гораздо больше, чем со взрослыми животными. Пожелание к будущим хозяевам. Добрые, умеющие понять и простить восхождение по занавескам и отдых в цветочном горшке. Готовые кормить вкусняшками, а главное – любящие. Умение почесывать за ушком только приветствуется. Волонтеры готовы оказать будущим владельцам посильную помощь. Всегда поможем советом, как приучить кладку, если возникают какие-то проблемы именно в квартире. Как помочь с адаптацией, потому что есть животные, которые, например, как Джулия, сразу придут домой и будут там, как у себя дома. А есть котята, которым требуется именно адаптация, потому что они более скромные и более застенчивые. Сейчас волонтерам и их маленьким подопечным самим нужна помощь. Котятам необходим влажный корм, совсем малышам, специальное питание. Принести пожертвования можно в ветеринарную клинику на Зерново-65 или в приют. По всем вопросам обращайтесь по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Плюс семьсот шестьдесят два ноль.